Вечная память павшим, вечная слава героям. Минута молчания, звуки гимна и слова благодарности тем, кто выстоял. В Самаре отметили 79-ю годовщину освобождения блокадного Ленинграда. В этот день мы отдаем дань уважения и памяти защитникам и жителям города, которые доказали, что человеческая воля сильнее вражеского оружия. В истории нет трагедии, сравнимой с теми испытаниями, через которые прошли жители и защитники города. Они защищали город, они продолжали трудиться, испытывая жесточайший голод, холод, бесконечные бомбардировки и артобстрелы. Блокада Ленинграда всем нам в суровом напоминании, что несет за собой фашизм. Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней. Точное число погибших до сих пор неизвестно, по разным оценкам от 600 тысяч до полутора миллиона человек. В память о погибших к вечному огню возложили цветы. Многие блокадники в этот день вспоминают, как детьми покидали город, уезжали в эвакуацию, навсегда расставаясь с родными. Это было 8 августа 1942 года. По Ладоге нас с баржей на баржи отвезли на восточный берег. Кстати, мы в этот день планировали на вторую баржу этого дня. Но на наше счастье, как оказалось, мы опоздали и попали только на третью баржу. Когда 20 минут мы отплыли от берега, нам навстречу, к великому нашему сожалению, плыли детские панамки со второй баржи. Потому что 100 самолетов висело над этой трассой. Причем первый элитный воздушный флот немцев был брошен на Ленинград. Жила обыкновенная семья. Началась война. Отца отправили на Урал с оборудованием. Но этот эшелон разбомбили. Он вернулся в футбол Ленинград. Спрашивает, почему вы не уехали? Я был договорен, что вы уехали. Да ну, мы как-нибудь проживем, говорят, недолго. К памятнику жертвам блокадного Ленинграда возложили цветы и блокадный хлеб. 125 граммов. Именно столько выдавали на человека. Те истории, которые мы слышим, очень сильно схватывают внутри. И боль. Это важно помнить, какие у нас были события. Ведь кто не помнит прошлого, у тех не будет будущего. Преклоняемся перед подвигом наших людей и тех, кто еще остались живы. Дай Бог им долголетия земного, здоровья и всего самого-самого хорошего. Сегодня в Самаре живет 88 защитников блокадного Ленинграда, оставаясь примером стойкости, мужества и преданности Родине. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, Константин Головин. События.